Украина берет на себя такую роль, о которой еще вчера невозможно было помыслить. Она открыто становится центром сопротивления путинизму. Вы узнаете, кто такой Зеленский, вы узнаете, что он такой же жидобандеровец, как Порошенко, только хуже. Есть проект, который называется «Украина наш». И Путин сделает все, абсолютно все, вообще все, для того, чтобы Зеленского поставить на место и, соответственно, поставить Украину. Мы сейчас с вами будем свидетелями невероятного обострения взаимоотношений между Украиной и Россией. Есть что сказать, и может быть даже то, чего вы не знаете. Не зря Владимир Владимирович Путин, правда я об этом не знал, но мне интернет напомнил, ни разу не упомянул Зеленского по фамилии. Вы знаете, для него это такая сакральная история. И теперь в полку Навального прибыло. Он не называет не только Навального, но и Зеленского. И можно было подумать, что наш Солнцеликий был неправ, а теперь мы понимаем, что он прав. Вот есть такое замечательное слово «чуйка». Или, как помните, в мультике был, хор пел «Моя морковь». Помните, предчувствие его не обмануло? Да. Я вышел в лесу кулять, мне боязно, мне страшно. Моя душа, предчувствие полна. Моя душа, моя душа. Пречувствие полна, душа полна. Пречувствие его не обманули. Так вот вы где! Пречувствие его не обмануло. Что же, собственно, произошло? Произошла важнейшая история, которой российские политологи весьма мало уделили время, а произошла вещь революционная. Это очень здорово почувствовал мой кумир, вы знаете, наверное, такого журналиста Анатолия Стрелинова. Я вообще с ним не знаком, он работал на Радио Свобода, вел программу «Ваши письма», и я многому у него заочно учился. И вот он в Фейсбуке написал такую маленькую предвариловку, где он пишет следующее. Обратите внимание, ребята, ответ Зеленского Путину по слогу и по сути есть ответ не просто высшего должностного лица, а революционера, революционного демократа, ставшего во главе государства. Если он, а теперь внимание, слушайте, если он не только подписал этот ответ, а проникся им, то мы должны сказать, и вот тут вот я читаю ужасный текст, что Украина берет на себя такую роль, о которой еще вчера невозможно было помыслить. Она открыто становится центром сопротивления путинизму на всем пространстве бывшего СССР, включая и Россию. Она обещает приют, защиту и помощь всем, кто недоволен недемократическим порядком, где бы то ни было на этом пространстве. Помните известный детский стишок «А у нас в квартире газ, а у вас еще газопровод». И всему баланс.